Добрый день, уважаемые подписчики и просто любители цветов, заглянувшие на канал Розовое Хобби. Меня зовут Татьяна. В Подмосковье еще зима, а в южных регионах погода уже позволяет начинать уход за розами, готовить их к вегетации. И у розоводов возникают вопросы о предупреждении заболеваний роз и, в частности, о хлорозе. Что такое хлороз? Стоит ли его опасаться? И как от него избавиться? Хлороз может проявляться на розе на протяжении всего вегетационного сезона. Обычно мы распознаем его по изменению цвета листвы. Листва желтеют, иногда становятся кремовой или даже белой. А на молодых листьях отмечается наличие желтых пятен. Со временем листовая пластина может приобретать преимущественно желтый оттенок. Цвет прожилок листьев может оставаться зеленым. Но листья мельчают и края могут закручиваться, а бутоны и цветки деформируются. Растения, пораженные хлорозом, не только выглядят некрасиво, но и проявляют признаки ослабленности. Замедляются у росте, проявляют слабое цветение и становятся более уязвимыми по отношению к болезням, а также хуже переносят зимние морозы. При хлорозе у растений нарушается образование хлорофилла в листьях и снижается активность фотосинтеза. В настоящее время различают несколько видов хлороза. Чтобы понять причину возникновения хлороза, нужно внимательно следить за розами и за условиями, в которых они растут. Помогают распространению заболевания и уредителей сада. Они переносят вирусы, вызывающие эту патологию. Хлороз у растений может наступить при воздействии внешних факторов. Это погодные условия в первую очередь и состояние почвы. Такой хлороз называют эдафический хлороз, то есть означает относящийся к почве, порожденной почвой и обусловленной ее влиянием. Важнейшими факторами, влияющими на возникновение эдафического хлороза, являются погодные условия. Дожди, засуха, возвратные заморозки, перепады температур, а также тип почвы, резкие перемены в химическом составе почвы, недостаток или избыток влаги. При этом листовые пластинки могут искривляться и неравномерно окрашиваться желтыми и красными пятнами. Например, если сразу после резкого снижения ночной температуры вы обнаружили признаки хлороза, то, скорее всего, это внешние, не опасные причины хлороза. Но все равно растению нужно помочь. Но не торопимся подкармливать розы. Растения, пострадавшие от погодных изменений, нужно обработать стимуляторами роста. В стрессовой ситуации розам не нужны удобрения. Скорее всего, можно воспользоваться известными стимуляторами, такими как циркон, эпинэкстра, янтарин. Также подойдут золотая капля или экспресс-восстановление, теперь они называются. Есть препараты фитоактив, плант, ну и некоторые другие. Попробуйте совместно использовать препарат циркон и стимулятор фотосинтеза феравит. Растения быстро восстанавливаются от стресса. В 10 литрах воды я развожу 1 мл циркона и 10 мл феравита и проливаю под корень от 1 до 1,5 литров. Феравит содержит железо в хилатной форме, поэтому усваивается очень быстро. Для профилактики феравит можно давать 3 раза за вегетацию или перед наступлением стрессовых условий. А если стрессовых ситуаций не было, а хлороз на розах заметен, что это такое? Это так называемый неинфекционный хлороз. Он связан с нехваткой растениями, питательных элементов из-за неправильных подкормок, не только дефицита, но и от переизбытка удобрений. Неинфекционный ожог может быть вызван дефицитом различных элементов, например, азота, железа, фосфора, магния и других. Но проявляется он также по-разному. Так, при недостатке железа, только пространство между жилками на листьях желтеет, а сами жилки остаются зелеными. Дефицит железа чаще встречается на почвах с высоким содержанием извести, там, где щелочная реакция больше семи. Недостаток азота можно заметить на старых нижних листочках куста. Листья становятся светло-зелеными, а затем начинают желтеть. Если розе не хватает фосфора, лист становится темно-зеленым с пурпурным отливом, и по краям могут проявляться фиолетово-коричневые пятна или полосы, особенно на нижней стороне листа. При дефиците магния листочки становятся более светлыми или краснеют между жилками. Края листовых пластин скручиваются, и лист приобретает куполообразный изгиб. Если вы смогли определить дефицит, какого элемента возникает, то подкормите розу. Лучше всего применить опрыскивание, так как эффект в этом случае достигается быстрее. При дефиците азота используйте аммиачную селитру, карбамид, кальциевую селитру или сульфат аммония. Если на вашем участке высокая щелочная реакция почвы, то из-за этого железо в почве находится в недоступной для роз форме. Поэтому обработайте розы удобрением по листу, в котором находится железо в хелатной форме. Для этого подойдет брексил, комби или брексил микс из расчета 15-20 граммов на 10 литров воды. Брексил можно чередовать с препаратами железа фирилен или ферровид. Фирилен помогает розам избавиться не только от дефицита железа, но и от дефицита марганца. Достаточно 5 граммов на 10 литров под корень пролить 2 раза через 7 дней. А можно и самостоятельно приготовить лекарство от дефицита железа. Для этого потребуется железный купорос и лимонная кислота. В 1 литре дождевой воды разведите пол чайной ложки лимонной кислоты и 1 треть чайной ложки железного купороса. Все размешайте и полученным раствором опрыскайте растения. Этот раствор годится и для полива. Дефицит фосфора можно устранить под кормкой розы под корень монофосфатом калия или комплексным удобрением с большим содержанием фосфора. Например, удобрение мастер с формулой 13-40-13, где фосфора 40%. Недостаток магния можно восполнить с помощью калимагнезии или сульфата магния. Если дефицит азота и железа легко распознать и препараты лечения известны, то нехватку других элементов я восполняю микроудобрениями в хелатной форме. Это могут быть экофуз, комплекс богатый и другие. А если погодные условия были в норме, а проявления хлороза не устраняются с помощью препаратов, то, скорее всего, это опасная форма хлороза, вызванная инфекцией. Инфекционный хлороз вызывают грибки и вирусы, а также патогенные микроорганизмы, переносчиками которых выступают вредители. Вирусный хлороз сложно поддаётся лечению. Прежде чем лечить, необходимо определить, какая инфекция вызвала заболевание. Некоторые специалисты советуют удалить растения из сада. Поэтому, чтобы сохранить наши розы здоровыми и красивыми, я провожу профилактические обработки, начиная с ранней весны. И как только температура воздуха поднимается выше 15 градусов, я провожу обработки биологическими препаратами от насекомых. Это биодлин, фитоверм, битоксибацилин, липидоцит. Но обработки придётся проводить каждые две недели. Дорогие розоводы, для защиты роз от воздействия погодных условий я провожу профилактические обработки стимуляторами и регуляторами роста. Дефицит элементов питания устраняю микроэлементами или удобрениями в хилатной форме. Буду рада, если опытные розоводы поделятся своими способами устранения хлороза на розах. Если у вас остались вопросы, задавайте. Я на них обязательно отвечу. Подпишитесь на канал, если вы не сделали этого раньше. Благодарю своих подписчиков за поддержку. Желаю процветания вам и пышного цветения вашим цветам. Всем спасибо за просмотр. С вами была Татьяна. На канале Розовое Хобби Редактор субтитров А.Семкин